Ирина Кусраева Ирина Кусраева Очередные кадровые изменения. От занимаемой должности освобожден министр здравоохранения и социального развития Нанев Сусланутарович. Также указом президента главным редактором газеты «Южная сеть» назначена Цхавриева Залина Ивановна. А на должность заместителя министра юстиции назначен Алборов Родион Александрович. Указы вступают в силу со дня их подписания. Совсем скоро горожане смогут порадоваться новым благоустроенным улицам. Их строительство внесено в инвестпрограмму. На объектах уже начался первый этап работы. Это замена подземных коммуникационных сетей. Как информируют профильные ведомства, отставания от графика нет. Ход работы проинспектировала наш корреспондент Агунда Гобозова. В Синвале в рамках инвестпрограммы продолжается благоустройство улиц. Синхронно работы ведутся в нескольких направлениях. Первым этапом реконструируются подземные инженерные коммуникации. Работы выполняются силами ГУП «Водоканал». Как сообщили в ведомстве, они приступили к работам в начале текущего месяца. График завершения работ – конец следующего месяца. На данный момент работы ведутся на шести улицах. Это Казонова, Сабанова, Сланова, Санакоева, Осетинская, Кулаева. В Валерии Газаевы работы уже завершились. Там начинаются работы по благоустройству. Работаем своими силами. Мы там выступаем в роли гейм-подрядчика. Планируем все завершить в срок для того, чтобы передать дальнейшие работы под благоустройство. Чтобы выдержать все сроки и графики и не подвести наших коллег по дороге с построем. Немало работы у работников энергоресурса. На объектах параллельно идет прокладка газовых сетей. На части улиц – это улица Казонова, улица Кулаева, улица Санакоева и улица Осетинская. Там работы идут параллельно. И также параллельно работы идут по улице Сланова. То есть мы договорились вместе с работниками горгаза так, чтобы мы друг другу не мешали, но чтобы параллельно каждый ввел свою работу. Более 20 рабочих и 24 единицы специализированной техники задействованы на ремонтируемых улицах. Неудобства передвижения на этих улицах, созданные в результате выкапывания траншей, жителям терпеть придется недолго. Сразу после окончания всего комплекса мероприятий по реконструкции инженерных сетей начнется благоустройство улиц, асфальтирование проезжей части, тротуаров, обустройство зеленых зон, установка уличного освещения и дорожных знаков. В летний сезон хорошие погодные условия благоприятствуют активным строительным работам. Работы по благоустройству идут и на придомовых территориях. Рабочие бригады практически завершили объем работ на улице Исака Харебова и уже перешли на Целинниково. Столичная администрация заверяет, что в ближайшее время будут определены еще дворы, на которых начнутся работы по благоустройству. В Схимвале много придомовых территорий нуждаются в ремонте. Поэтапно работа в этом направлении хоть и началась, однако в столичную администрацию продолжают поступать заявления от жителей города. Так, новый благоустроенный двор появится на улице Исака Харебова, 62. Территория готова под укладку асфальтового покрытия. Бригада рабочих трудится и в районе Целинников. В прошлом году специалисты государственного унитарного предприятия «Водоканал» заменили здесь все подземные коммуникации. Сейчас рабочие сняли старое покрытие, частично установлены бордюры. В планах городской администрации завершить работы как можно быстрее. Для этого есть вся необходимая техника, в полном объеме закуплен строительный материал. Ремонтно-строительное управление на этом не завершит работы. В планах на этот год благоустроить еще несколько дворов. Они будут определены в ближайшее время. Роза Тедеева, Арнульд Харебов, информационный выпуск сегодня. Здание 2-й гвардейской школы – одно из самых старых строений. Построена школа в начале прошлого столетия. Руководство школы говорит о необходимости сноса здания из-за аварийности и строительства нового здания. Здание одной из старейших школ республики 2-й гвардейская буквально разваливается на глазах. На фасаде видны огромные трещины. Стены расходятся по швам. И это только вид снаружи. Внутренние состояния еще в более плачевном виде. Здание было построено, вдумайтесь, в 1934 году. А это 88 лет эксплуатации. И, конечно, одна из самых многочисленных школ пришла в негодность. По информации, еще в 90-х здание признали аварийным. Но затем эти документы были утеряны. А вопрос отложен в долгий ящик. Тем временем, дирекция школы бьет тревогу. Была экспертная проверка. Они заключили, что, насколько я понял, здание аварийное. Потому что документов у меня на руках, в принципе, никаких не осталось. И тогда укрепили школу определенными балками и скобами железными. Вот. И чем дальше, тем это, в принципе, вопрос не раз поднимался. Потому что мы находимся сами в ней, как бы, на практике с детьми. Там три статьи в этой школе учатся. И буквально даже не то, что на перемене детям пробежаться по коридору. Даже когда начальная школа, здесь начальная школа проводит физкульт-минутки, что необходимо по методике, это бывает невозможно. По словам Ольги Михайледи, основание здания построено из речного камня, кирпича и щепки. Деревянные полы разваливаются. Трещины можно увидеть не только на стенах, но и на лестницах, по которым каждый день бегают дети. Здание крайне неустойчивое. И я не эксперт. Я говорю как человек, который здесь работает, с детьми, которые здесь учатся. И родители, которые бывают в ужасе от того, что этот потолок в один день обрушится на их головы, их детей. Это очень страшно. Каждый год на плановый ремонт школы выделяются деньги. Однако, по словам Михайледи, это бесполезно. Мы не раз писали письма. В прошлом году мы написали президенту республики и во все ведомства, министерства, какие есть, какие могут к этому быть причастны. Была такая какая-то надежда, что вот-вот-вот-вот вопрос решится на 23-й год внести в инвест-программу. Но, как я поняла, дальше обсуждение пока не пошло. Сейчас новое руководство. Мы написали от имени школы опять письмо. Вопрос вроде взят под контроль. Из-за многочисленного потока учащихся в 80-х годах к основному корпусу пристроили еще одно здание. Оно находится в хорошем состоянии и нуждается только в плановом ремонте. Аварийным считается только основная часть школы, где находятся начальные классы, административные кабинеты и актовый зал. На данный момент здесь учатся 300 детей начальной школы, вся начальная школа. Тут занимается хореографический наш кружок, хотя мы уже его перебазировали в спортзал, чтобы не рисковать, потому что это абсолютно невозможно бывает. Моментально все начинает во все стороны колыхаться и чуть ли не стекла трескают. На сегодняшний день во второй школе числятся свыше тысячи учащихся и около 100 учителей. Стелла Бязарова, Ринат Медоев, Вера Цхавребова. Информационный выпуск сегодня. Помощь малообеспеченным семьям. Сотрудники МВД и Минобороны оказали продовольственную помощь 10 семям в Цхинвале. Инспекторы по делам несовершеннолетних совместно с Министерством обороны оказали помощь малоимущим семьям. Продуктовые наборы получили 10 семей. Лали Гатаева отметила, что подобные акции проводятся периодически. Они не первый раз поддерживают семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Инициатива проведения акции принадлежит Министерству обороны. И сотрудники отдела инспекции по делам несовершеннолетних присоединились к благотворительной миссии. Гатаева добавила, что ведомства намерены продолжить сотрудничество. Роза Тедеева, Регина Черткоева. Информационный выпуск сегодня. В посёлке Знаур продолжается благоустройство территории вокруг памятника защитникам Отечества. Монумент был построен на средства, собранные жителями посёлка. Работы планируют завершить к очередной годовщине августовской войны. Репортаж Алены Оттаевой. Памятник защитникам Отечества был построен по инициативе жителей посёлка Знаур. Для реализации проекта они собрали необходимые финансовые средства. Помощь оказали и выходцы из Наурского района и представители руководства республики. Строительство монумента началось в 2018 году. Памятник защитникам Отечества погибшим в коду грузино-осетинского конфликта был построен в 2020 году. Тогда не удалось благоустроить территорию, но по поручению нового руководства района сотрудники ЖКХ приступили к строительным работам. Работы по благоустройству территории памятника будут завершены к 8 августа. Рабочие на данном этапе уложили брусчатку. В планах установить светильники и питьевые фонтанчики, также зелёные насаждения. Продолжение следует... Заново будут выполнены и работы по покраске памятника. Каждый житель района понимает и ценит подвиг ребят, сложивших свои головы во имя нашего будущего, мирной жизни. Алена Уттаева, Заур Устаев, Зарима Арсоева. Информационный выпуск сегодня. Хореографический коллектив в Придсхинвальском районе представил отчётный концерт. Ансамбль «Амуд» выступил на сцене Государственного драматического театра. А так как профессия журналиста требует многогранности, многие мои коллеги сейчас в отпуске, на съёмки было решено отправить меня. Вашему вниманию репортаж с мероприятия. Год усердной работы и как итог масштабное мероприятие – отчётный концерт ансамбля «Амуд» на сцене Государственного театра. Концерт ансамбля «Амуд» открылся главным хореографическим творением остинского народа, танцем симт. Грациозной девушке в белоснежных платьях плавно, как лебеди, двигались по сцене в сопровождении настоящих джигитов. Мнение зрителя важно для любого артиста, ведь каждый из танцоров старается подать номер талантливо, красиво, феерично. Именно таким получился номер индийского танца. Зажигательные танцоры и довольные зрители. Своим выступлением публику порадовал и первый состав ансамбля. На сцене Государственного театра в исполнении вокального коллектива ансамбля звучали народные песни. Особой патриотической энергией зарядил зрители Ибрагим Икаев. Во время исполнения песни «Ирондон» зал рукоплескал стоя. «Ирондон» Все вырученные средства от концерта пойдут на помощь осетинским ребятам, участвующим в специальной военной операции на Донбассе. Ирина Кусраева, Аида Кочиева, Зарима Арсоева. Информационный выпуск «Сегодня». А далее прогноз погоды на завтра, 22 июля. По всей республике завтра будет облачно с прояснениями и пройдет небольшой дождь. В Знаурском районе днем плюс 21, ночью плюс 15. В Дзавском районе днем плюс 22, ночью плюс 14. В городе Куайса днем плюс 18, ночью плюс 11. В Ленингорском районе днем плюс 22, ночью 15 градусов тепла. В столице республики в Цхинвале днем плюс 22, ночью 14 градусов тепла. Я благодарю вас за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова